Здравствуйте, друзья мои, с вами Юлия Абермайер, и сегодня у нас 14 урок. На прошлых занятиях мы с вами учили, как составлять повествовательные и попросительные предложения с глаголом to be. Давайте-ка проверим, насколько хорошо вы это поняли. She is a teacher. Она учитель. А чтобы задать вопрос, мы меняем глагол to be и подлежащее местами. И получаем. Is she a teacher? Ребята, не забывайте повторять все слова и выражения за мной. Is she a teacher? They are sisters. Они сестры. Попросительное предложение. Are they sisters? Они сестры. Сегодня же мы с вами разберем, как составлять отрицательные предложения. Все очень просто. Вам пригодится всего лишь одно слово. Это отрицательная частичка not, которую мы ставим после глагола to be. Давайте прочитаем вместе. Давайте рассмотрим парочку примеров. Для того, чтобы сказать, что кошка не белая, нужно после глагола to be поставить отрицательную частичку not. Эта кошка не белая. И еще несколько примеров. Мы студенты. Мы не студенты. Мы не студенты. I am ten years old. Мне десять лет. И отрицательное предложение. I am not ten years old. Мне не десять лет. Не забудьте после урока обязательно прорешать упражнение, чтобы закрепить это правило. Ну а теперь пришло время немножко почитать. Сегодня мы научимся читать слова, в которых две буквы И стоят рядом. Они дают один долгий звук. И неytyy. И стоять ее ищет. Пчела. Tree. Дерево. Feet. Ступни. Gees. Busy. Feel. Чувствовать. Trust. Deep. Глубокий. Sweets. Конфеты. Cheese. Сыр. И еще разочек. Be. Tree. Feet. Geese. Feel. Deep. Sweets. Cheese. Также давайте выучим слова, в которых две буквы О стоят рядом. Они дают нам долгий звук У. Moon. Луна. Гус. Гусь. Zoo. Зоопарк. Food. Еда. Spoon. Ложка. Roof. Крыша. Room. Комната. Му. Му. Звук, который дает нам корова. Му. И еще разочек. Moon. Гус. Zoo. Food. Spoon. Руф. Руф. Му. А чтобы лучше выучить слова, советую посмотреть видео несколько раз и прописать каждое слово по строчке. На этом наше занятие заканчивается сегодня. Полный курс с упражнениями и прописями вы можете найти на сайте lingvamao.com. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. По всем вопросам и предложениям вы можете обращаться ко мне на почту. learning.at lingvamao.com Набор на индивидуальные занятия всегда открыт. С вами была Юлия Бермайер. До новых встреч!